Так, привет. Хочу презентовать свои новые ворота, потому что у меня и старый. Это новые. Сделаны, короче, на базе конструкция на четырех рычагах. Вот этот рычаг с пужинами и верхний рычаг, на котором происходит движение горизонтальное ворота. Никаких направляющих, никаких роликов, никаких подшипников под потолком, ничего этого не требуется. Демонстрирую работу. Все очень компактно, все крепится весь механизм на раме. Фактически можно делать вот где-то в гараже эти ворота, оставить куда угодно. Так, закрыто на замочек, показывает, открывает. Ворота стоят в нижнем положении, то есть пружины, фиксируют их, удерживают в закрытом положении. Открывается, вот демонстрирую одним пальчиком. Усилие минимальное, так же легко открывается в верхнем положении, зафиксирую. Все. Ну вот этот грохот это из-за того, что еще не закручено? Нет, это пляха еще не пришита, да. А вот чисто тарахтит. Работа ворота абсолютно бесшумна, потому что нет никаких трущиков и элементов. Подшипников типа? Ничего этого нет, то есть тут все на втулках. Вот, одним мизином тянули вниз, видите? А ну останови их. В любом месте ворота останавливается, да. Ну то есть это зависит от натяжки пружины, правильно? Ну да, пружину сюда можно отрегулировать. То есть если вдруг она потеряла эластичность или еще что-то, вот этой гайкой мы меняем натяжение и рычаг соответственно. Ну то есть ты можешь так ее натянуть, чтобы они сами вверх подпрыгивали. Можно взять и так, да, но зачем? То есть всегда лучше для проветривания того же горожа можно оставить. А ты можешь его оставить податок чуть-чуть. Допустим так, или вот чтобы собака нашла или кошка. Чуть-чуть подаем, борода сами, вот, оп, закрывается, фиксируется. Так же самое, то есть вот и мы изнутри. Компактненько. Да, это супер, это мне очень нравится, что нет никаких этих дурацких направляющих, которые нужно под подолку крепить. Все просто рамочка. Мучиться с ними, да, чтобы было соосно. А, еще хочу одну показать. Изнутри открываем двора. В любом месте, в одну же, легко, непринужденно открывается. Теперь, что еще хочу подсказать, показать, нету никакого поперечного движения, вы знаете, то есть они не качаются, вот я их раскачиваю, это специально. Они в лутку не касаются, то есть идеально механизм работает. Нет этого раздалбывания, как обычно. Еще что хочу сказать, вот это положение рамы ворот, самого полотна ворот, его можно сделать, допустим, под законом сделать, можно выставить кто как хочет. Я поставил, чтобы они были вверху и точно, и по центру. В смысле? По центру? По центру воротин, да? Да, да, да. Можно сделать, допустим, классический, как вы делаете на роликах тех же, то есть их сдвинуть вовнутрь сюда. Что они будут открываться вовнутрь, так? Да. Можно сделать, чтобы они будут больше сюда выступать. Можно сделать любой угол, какой захотят. Можно сюда вот, как козырек, чтобы оно вот так вот было. По углам, да? А, ну только в верхней точке. Ну да, да. То есть вот тут пацаны вверх. Это все у меня есть программа, которая рассчитывает все параметры, потому что тут в этой конструкции, что можно правильно рассчитать вот эти рычаги. Ну, что просто так на обум ты прилепишь, а на ничего не будешь. Нет, нет. Тут нужен расчет. Точный расчет инженерный. Вот так работает штука. Изнутри ты снял, да? Да, да. Ну, могу еще раз тут сбоку вот открыть? Да. И вот эти еще за амортизаторы газовые. Я хочу сказать вверху. Извини, помогают, чтобы был плавный ход в ворот. Сначала первая конструкция была с четырьмя пружинами, но, как показала практика, по одной пружине вот так хватает. Вес ворот мы вдвоем сами с обшитой бляхой поднять не могли вручную. То есть тяна цепляли из-за в рычаг, но поднять его не могли. Без бляхи поднимали. То есть тут усилие приличное. Это сто шестьдесят кило двести? Двести даже, да? Сама полотно ворот, вес его где-то порядка пятидесяти шестидесяти килограмм. Само полотно. Не больше, да. Отлично. Размер тут два тридцать. Ширина на два... А, два тридцать на два шестьдесят. Ширина на два шестьдесят. Ширина на два шестьдесят на два шестьдесят. Нормальный. Для легковушки хватит. Да даже для микроавтобуса хватит. Всем привет. Понимаем заказы. Закрывай. 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 Продолжение следует...